Ну вот, применительно к данной ситуации. Тогда рассмотрим. Вообще, то, что произошло со стороны владельца товаров, ну, будем говорить, торговой сети, да, может быть расценено как мелкое хищение. Они могут это только предполагать. Потому что было или нет хищения, об этом можно говорить только в одном случае, если действия лица носят умышленный характер. А это уже предмет доказывания. Это они должны доказать, либо вообще государство, что имело место быть хищение, либо не имело. Если человек на месте согласен оплатить товар, но в данном случае ситуация вообще абсурдна, думаю, что она должна была быть разрешена. Совершенно верно, на месте. Прямо там, конечно. Далее меня просто удивило поведение сотрудников полиции. Вообще, то, что произошло, была применена мера административного принуждения, такая как доставление. Такая мера, она применяется в исключительном порядке, тогда, когда невозможно разрешить ситуацию на месте. Либо привлечь лицо к административной ответственности, либо не привлекать. Это определенное физическое воздействие. А что на месте могла сделать полиция после того, как она приехала? Если хищение очевидно, полиция может составить протокол прямо на месте. Потому что доставление в отдел, я не говорю уже об оценке степени опасности поведения физического лица, потому что... Ну просто рецидивист тут перед нами живет. Да, я же говорю, ситуация абсурдна. Да, доставление это исключительно.